Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелеса Сысоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы Полинии Милуки и Бельмонака. Я отвечаю на вопрос композитора, который он задал в комментариях мне. Я понимаю, что это мужчина. И отвечаю таким образом, что для того, чтобы грамотно написать вокальное произведение, нужно открыть сборники старых итальянских мастеров на разные типы голосов. И чаще всего там все очень правильно, интервально дается, что полезно, что не полезно. Я расскажу только коротко такой выводы. Можете еще раз посмотреть. Это старых итальянских мастеров работы. Но мои выводы такие. Если вы пишете до для контральту, и вы хотите сделать что-то полезное, и вы хотите сделать инструктивный материал, там есть, конечно, интервалы, которые как бы выявляют голос. Вот посмотрите, как старые иные мастера пишут интервалику. Там выявляется, проявляется голос, если правильно петь. Но это все-таки от ля малый до ми. Второй, если это инструктивный, если это более сложный материал, то до фа. Если это мецисопрано, то это может быть опять от ля до ля бемоля. Если вы пишете инструктивный материал. При этом, как для мецисопрано, нельзя делать интервальный ход ре-соль, потому что он сопрано-мой. Вот эту кварту ре-соль нельзя использовать. Даже до фа – это допустимо. Но до диэс, фа диэс – это не очень допустимо, если вы хотите инструктивный материал делать. Для того, чтобы человек не просто спел сложное что-то, а еще и научился чему-то. Было полезно. Полезное что-то для себя почерпнул. Если вы пишете для драматического голоса, например, для драматического сопрано, то сопрано драматическое любит ходы фа-фа, фа-фа-фа-фа-фа-фа-второй, и ход фа-диэс-фа-диэс, это тоже фа-диэс-первыха-фа-диэс-второй. Это очень хороший ход, где можно использовать внутри этой октавы разные. Обычно кварты используют. До-диэс, фа-диэс, например. Посмотрите, для этого, например, Арио Джокунде Панкхеле, Суичидио. Очень грамотно всё написано с пониманием тела именно драматического типа голоса, как переход на грудной регистр, на разные регистры. Но это уже сложный материал. Нельзя сказать, что это инструктивный материал, но можно сказать, что человек, который написал Панкхеле, он хорошо знал драматический тип голоса и знал, что именно эта интервалика даёт определённую силу. То есть при правильном пении голос раскрывается на этой арии или, скажем, на этой партии, а не борется. Я считаю, что Пучини – это не тот композитор, который может какие-то инструктивные вещи в помощь вам показать. Чтобы петь Пучини, нужно быть уже состоявшимся певцом или, скажем, очень подготовленным. Это очень сложный материал. Как и Чайковский, например, оперный Чайковский. Сложный материал. Можно посмотреть Чайковского «Романсы». Они достаточно интересны для голоса. И, скажем, там, особенно для Мэтца Сопрано, всё играбельно. Всё певчески достаточно нормально. Для Сопрано не всегда, для Мэтца там довольно хорошо. Мне очень нравится подход к голосу Рахманинова в Мэтца Сопрано произведениях, в романсах и для Альтов. Так как у Рахманинова сестра Елена, она была певицей, она была контр-Альту, и то Рахманинов много произведений написал для контр-Альту. Я имею в виду в камерной музыке романсов. Много романсов. Особенно ранние. Правильно там всё написано. Посмотрите, пожалуйста, вот, скажем так, желательно репринтное издание. Там ещё правильный текст написан с правильными глазами. Для контр-Альту. Очень хорошо всё сделано. Что ещё можно сказать? О, если вы хотите использовать колоратуры в своих произведениях, да, господин композитор, то можно посмотреть именно произведения оперные или камерные Рассини. Они очень грамотно созданы для разных типов голосов. Очень грамотно всё, какие-то варианты. Оригинальный текст, да, посмотреть уртекстные, выше обработки каденций в разных знаменитых певцов. Это для колоратуры, если вам это нужно. Как бы Моцарта я не могу посоветовать, потому что это довольно сложно технически, если не брать там чистую колоратуру или не брать басов. Для басов там тоже довольно-таки удобно написано во многих партиях Моцарта. А вот сопрано и тенора, скажем, там довольно сложно всё написано в Моцарту. Так что он здесь не самый удобный композитор для инструктивной работы. Вот с чем я могу поделиться. Потому что вы должны сами посмотреть, проанализировать текст. Потому что очень важны гласные и согласные. Если вы хотите текст проанализировать, то я могу посоветовать Жерде посмотреть. У него определённые интервалы имеют очень правильный текст, который при правильном исполнении раскрывает голос певца. И опять же, вы хотите раскрыть голос певца или вы сделать хотите только красивую мелодию? Здесь очень много разных моментов. И из вашего вопроса я понимаю, что вы какую-то пользу певцу хотите принести. Или вот именно раскрыть голос, может быть, его в своём произведении. Я желаю вам успеха. Всего доброго. До свидания.